Деньги потрачены, результата нет. К сожалению, так бывает. И не обязательно здесь присутствуют элементы коррупции, хотя у нас в стране нет-нет, да и случается нечто подобное. Зачастую сложности возникают от непонимания полной картины происходящего на Байкале. Мы попросили экспертов выделить несколько наиболее серьезных проблем озера, которые надо решать уже сегодня. Одна из базовых проблем – это проблема с нестыковкой нормативно-правовой базы по поводу Байкала. Все, кто живут и действуют в центральной экологической зоне, они становятся заложниками этой ситуации. Получается, что развивать туризм они могут и должны привлекать людей на территорию, организовывать для них экскурсии, другие формы познавательной деятельности. А туалеты строить не могут. Это как? Второй момент, я считаю, что серьезнейшая тоже проблема – это мониторинг. Сейчас таких наблюдений практически нет. То есть в большинстве своем это одноразовые наблюдения в той или иной точке. Третья, может быть, проблема – это отсутствие какого-то единой властной структуры вокруг Байкала. Мы по этому поводу сталкивались даже в мелочах, относительно мелочах. Это тот же самый учет Омуля. Периодически возникает вопрос, а давайте посчитаем, кто будет платить, естественно, возникает вопрос. Вроде бы администрация Иркутской области согласна, но с другой стороны, на другом берегу, есть другая администрация, у которой и квоты на вылов больше, и она вроде бы больше заинтересована. И как это, а вот совместить это как-то, ну, не получается. Поехали. 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 Продолжение следует...